здравствуйте друзья мы со светланой отвечаем на ваши вопросы свет вот давай я тебя буду спрашивать от лица наших зрителей много есть вопросов может быть они там как-то с одного уголка идут от одного человека я не уверен но вопросы такие вот воспитание детей и в частности вот наказание помнишь там был разговор что бить нельзя ребенка да значит и там люди спрашивали но хорошо но если нельзя совсем битва как что-то вообще воспитывать но я не хочу уже так упрощать что как как еще воспитывать но вот давай вот как наказывать ребенка ведь нельзя мы поняли бить нельзя грубо говоря все про сложный потому что дети на все разные и одного какого-то наши инструмента недостаточно бывает бывают такие дети хорошие что их просто похвалишь и сама похвала она действует хорошо что она стимулирует и хорошее поведение бывают такие дети что уж как их там не хвалить ничего не получается им нужно только остановиться и дать им тайвы кстати это очень хорошая мероприятия да популярная значит то есть нужно ребенка изолировать от какой-то активности это может быть какой-то стул там в какой-то комнате где никого нет в россии ставили гугл здесь не ставят здесь горят просто вот в школах даже отводят просто в офис там где все директора директора просто времена во-первых остыл а во-вторых понял уже вообще за что посадили собственно говоря и потом и когда он уже успокоится пусть объяснит вообще что происходит и вообще ну как-то выводы какие-то сделано у меня дети которые не сделают никаких выводов а просто посидят на этом стуле и потом пойдут и будут делать то же самое есть дети такие которые по рождению они настолько независимые у них настолько есть внутренняя склонность к лидерству они должны быть всегда лидерами поэтому этих детей вообще нельзя наказывать потому что любое наказание этих детей это просто привезет к каким-то неврозам с этими детьми нужно поступать только так что нужно показать что он есть лидер совершенно маленькому ребеночку например который там сидит и не торопится там идти в детский сад или куда-то ему нужно сказать что ты знаешь что мы сейчас опоздаем там у улицы работы и вся надежда только на тебя только ты маму можешь спасти да и такой ребенок берет ответственность на себя даже в относительно юном возрасте и будет стараться вести за собой да и не допустить ситуации чтобы что-то нехорошее случилось поэтому конечно очень хороший я например интуитивно совершенно не знаю сейчас я как бы начиталась всякого новости не знаю этого я это назвал метод пункта и пряника да это очень известный метод в педагогике да да в общем то и пряника это ты мне делаешь вот это да там баш на баш да я значит есть такие идеи если да они меняться не будут вот я тебе это зависит от ребенка да то есть например ребенок который будет делать все за похвалу просто да его на вот этот обмен не очень возьмешь но сегодня дети у них много есть разных склонностей да я не хочу называть это векторами просто потому что многие просто не знаешь что это такое но наверное есть сочетание вот этих вот задатков разных поэтому нужно придерживаться использовать совершенно разные ассортимент этих нет получается что получается что родители должны что психологический факультет закончить сегодня вообще жизнь усложняется да и поскольку усложняется жизнь усложняемся и мы сами да и усложняются наши дети поэтому безусловно сегодня родители задать все больше вопросов а как воспитывать этих детей да раньше просто не думали господи растет дитё до задача это вырасти потом и кормить родителей старости поэтому пацаны там ценились больше чем девчонки там работники и так далее сегодня другая система сегодня наши дети более тонкие инструменты мы сами должны поле тонко к этому подходить поэтому конечно ребенка нужно изучать своего собственного хотя бы я уж не говорю там всех детей но что его собственного вообще его нюансы поведения и на самом деле очень многие родители интуитивно делают правильные вещи то есть они пробуют и получается пробовать не получается если они аналитическим складом ума обладают они делают выводы какие-то да но конечно ребенка надо изучать и что-то может почитать что вот ты прошла курс толкачева правда у нас есть там видео про него там несколько сюжетов и так далее я давал ссылки на сайт где много толкачева сайт этот прикрыли но я знаю сейчас еще там будет я я дам ссылки на вопрос том что все-таки в нашем особенно в твоем мировоззрении вот толкачев он говорит о наказании да он говорит как как работать с разными детьми в зависимости от этих вот ты знаешь как раз он то не говорит на эту тему больше бурлан вот толкачев говорит вообще просто векторах и системе до которая целостная вообще действительно эта система довольно сложная штука и так вот ее с налету как-то не ухватишь не зналета но все-таки это для нормальных людей для психологов понимаешь когда это для нормальных людей в общем понять что есть каждый вектор в принципе довольно легко и потому что это очень узнаваемо сложно заключается в том что у нас находится очень много этих векторов и вот тут начинается загадки то есть мне понравилось что толкачев называет каждый вектор там некоторые обезьяны которые в нас сидит и вот поскольку это вот это обезьяна хочет делать то что она и положено видовой ролью да то когда их много и между ними возникает конфликт между этими обезьянами то вот какая побеждает до в какой ситуации вот это уже сложный вопрос то есть в этом смысле можно сказать что ребенок это вообще взрослый ведет себя по-разному в зависимости от ситуации сам толкачев например говорит что когда он был военнослужащим там в летных войсках служил да то он был абсолютно его кожная обезьяна была доминирующей а все остальные сидели уже приспособлены да и не высовывались а как можно быть военному не буду это самое кожным да а вот когда он это самое там сейчас я вспомню конечно что он еще говорил когда будет он читать лекции да он говорит и тут уже вот оральная обезьяна дарает ему вести лекции держать нить там управлять ну да говорун это лектор это не то что вот военный там да это совершенно различие и что-то он еще про какую-то сейчас не об этом я только чем мы сейчас на то что система толкачева дает а то есть если вот ребенка можно разложить вот моего системе на какие-то такие вот составляющим каких-то обезьян да да в каждой конкретной ситуации с конкретной обезьянной можно иметь дело давай может быть я так спрошу вот было время детей лупили я например помню папа мой рассказывал вот в нашей жизни не было такого но вот папа мой рассказывал что они жили в еврейском местечке и когда ему кто исполнилось там сколько-то лет 6 там или 7 его отдали в школу но там в то время была еврейская школа хедер и его отдали в этот хедер и там ему учитель дал линейкой по рукам то есть как бы учителю разрешалось бить линейкой по рукам значит что не понравилось юному значит там папе который ушел оттуда там учился дальше в украинской школе значит я тебе скажу больше того послушай еще совсем недавно света и мой папа например да у него его собственный папа умер когда он был еще очень маленьким а мама работала простой служащий там табачной фабрики и у него еще был брат на полтора года старше и вот женщина измученная тяжким физическим трудом у которой двое мальчишек шибутных достаточно да она лупила их нещадно просто причем купила не потому что там она их не любила любила конечно но она не знала как управлять ситуацией и она не думала так у нее надо не было сил мне не хватало образования не хватало склада ума и так далее она их убила и мой папа всю жизнь он в общем всю жизнь ей это не мог простить наши вот так нещадно били но хорошо все таки то есть мир меняется из такого мира где физическое наказание было фактически единственным основным инструментом на горох коленями да 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 вот ну понимаешь как это же было в плите и это правильно но дело все в том что эти наказания существовали в другой системе отношений тогда и семья была патриархально отец сказал кто бы посмело слушаться совершенно другое отношение сейчас мы говорим детей надо уважать а у них свое мнение да мы опираемся на него и говорим ребенку если не ты то кто понимаешь совершенно другое даже не просто вот что нельзя бить и все это совершенно система отношений разные то есть как бы мир в котором мы живем сейчас в нем и родители другие чем раньше были и дети другие чем раньше били то есть были то есть получается такая штука что какое-то поколение битая родителями это поколение должно сказать мы такими не будем мы детей не бьем так что ли получается я брюши это будет происходит как бы не в один день сама система заставляет прислушиваться к этим детям то есть я тебе скажу так что сегодня мы живем в таком информационном стрессе которого не было раньше был тяжелый измерительный труд но информационного стресса стресса не было а сегодня нас жизнь заставляет наши мозги крутится с такой скоростью чего раньше даже телевизор свет даже телевизор даже не руши компьютер да а даже телевизор так так грузит информации конечно вы понимаешь получается так а нервная система должна выдерживать это все стали тоньше у нас стало наше приспособление вот к этому изменяющемуся миру сделала нас более тонким инструментом это все равно как раньше там орудия труда был там каменный молоток да а сегодня тончайшие там я не знаю какие-то микроскопы там мама тертого рано технологии то есть изменилось все да но вот изменилась на таком уровне и мы сами поменялись наши процессы внутри организма поменялись и сломать нанотехнологический микроскоп гораздо проще чем каменный топор понимаешь какая штука каменный топор чему сделается даме его не веял дубасины и все она технологии там раз и все сломалось и точно также с ребенком и ты знаешь я помню в кб работал там но ты помнишься как бы министр свежи и там департмент такой завели который компьютеризованно делал трассировку разводку печатных плат вот эти писи борцы нынешние и поставили какой-то там компьютер и там наняли народу много а до этого люди вручную конструктора разводим и вот они значит распаивались нет нет но кислотой травили плату покрытую металлом или значит оставался проводничок оставался все остальное уходило печатная печатная плата но не суть и там был целый комплекс который автоматически делал трассировку разводку делал и потом из него же уже и сама плата выпрыгивала то же дома она она тут же и кислотой травилась и все все что положено надел но это там был начальник который я чем он до этого занимался но когда периодически что-то не работал он его ногой бил то есть но я отлично помню ту технику которую били ногой и она начала работать но я помню тоже телевизор как телевизор кулаком били да и он начала работать мой папа сам собирал телевизор и он так стоял наполовину он работал до норадим задняя панель крышка не было прикручено потому что мало ли что там сломает лампа нужно менять так вот по нему били кулаком ударишь там контакт налаживался он начинал работать а вот а сейчас ну попробуй кулаку электроника того поколения она как бы нуждалась и на физическом воздействии также контакты также люди ну что же хорошо то есть мы от человека которого чтобы стукнуть чтобы контакты соединились снова начали работать мы переходим к чеку которым надо что-то сказать так мы скоро на эзотерическом уровне будем воздействовать между прочим мы все становимся более чувствительными конечно раньше про это вообще не говорили сейчас повальное увлечение практиками это самому всевозможные начинаешь и ощущать это данном уровне ощущений ты чувствуешь эту энергию но если опять же если несколько людей чувствует наверно в этом что то есть наверно не выдумки эти но достаточно много чувствует так вот что я хочу сказать что света мы начали отвечать на хороший вопрос как воспитывать детей и как их наказывать если бить нельзя и в итоге получается что мы вообще слова наказывать сегодня вот ты знаешь что мне не нравится слово наказывать давай как воспитывать детей да а не как наказывать понимаешь то есть например если ребенка изолировать и посадить в отдельную комнату чтобы он подумал о своем поведении да не есть вот такое уж наказание то есть мера воздействия что я возлюбил и подумал да как воздействовать на детей если не лупить как воспитать воспитание . мне нравится ваша наш диалог потому что мы обо всем и ни о чем давай знаешь что давай напоследок расскажи вот историю как ты в садике любила кушать рассольник понимаешь это было такое унижение расскажи расскажи ну в садике лет пять наверное я вообще с детства любила суп рассольник очень любила его но его не так часто готовили наверно такой трудоемкий этот суп и вот а в садике с почками 5 лет о чем речь вкусный был суп вкусно готовим детском саду так а вообще там в этом детском саду не поощрялась когда кто-то долго ест потому что были почему-то дети у которых был плохой аппетит и они очень долго ковырялись сидели в этой тарелке и ковыряли нужно разнести а нужно разнести первое второе третье помыть посуду посудомойственных машин не был в общем свои заморочки у тебя воспитателей и вот раздали нам всем этот рассольник и мне он очень нравился я не спешила есть потому что я хотела растянуть удовольствие я ела не спеша а тут уже стали разносить второе и мне даже вот так вот не спросив ничего бухнули в эту тарелку супом прям второе я очень обиделась картошку пюре с котлетами в рассольник но они положили это может быть там тоже тарелка была неполная даже тоже ближе к концу но они так это пухнули что она вот на краю тарелки лежала там с тарелки еще был разум а вот это уже лежало в общем все это было ужасно сам это было очень унизительно понимаешь ну почему человек получает свое удовольствие так это сам индивидуализм проявляется это борьба с индивидуализмом с единоличником нет это борьба с тем что вообще ребенок вообще никто и ничто вообще ты сиди помалкивай понимаешь тряпочку вот тебе сказать хорошо давай так после этого случая когда давали рассольник ты уже его быстренько что я не помню больше случая что давали разин меня отложился именно этого случая другого и не да вот так друзья очередной раз добро не помнит зла нет очень даже помню ну хорошо все ребят счастлива и думайте о том как воспитывать детей это тонкий процесс никто вам так прямо вот общего совета не даст если конкретно что-то полно специалистов вокруг полного полно людей которые тонко это знают понимают и я хочу сказать что без помощи специалисты иногда и никак и не управишься так что наше время никто к психологам не ходила мы знаем мы знаем семьи где с детьми психологи работают и это непростые ситуации никакую школу не берут а если возьмут там через неделю выгоняют и так далее так далее то есть страшное дело вот тонкий тонкий механизм и если бывает что нужен тонкий инструмент значит надо идти к специалисту а не да допустим не бить не орать нет потому что он испортить понимаешь это будет невроз на всю жизнь я кстати отношении невроза вот мне буквально сегодня знакомая рассказала историю она это касается ее не ребенка но вот такая история у нее какое-то время там болела голова и сказали ну раз голова болит наверное это давление да ну так вот кто сказал ну к неважно кто сказал наверное это далее она подумала померю я давление на маску она никогда раньше этого не делала и мерить вы не умела да она намерил 240 там на что-то и перепугалась до смерти просто от самого факта что боже ты мой у меня давление 240 ну от самого этого факта что не давление санта осознание факта что у нее давление 240 у нее поднялось давление она был позвала мужик поехали в мёрджет здесь я сейчас конца там скорую скорую они поехали в в скорую но она уже так переволновалась что это тоже намерили высокое давление после чего ее просто положили сторонку и чтобы она успокоилась и перемерили там уже было все пределах нормы но что получилось после этого на нее вот эта вот ситуация сама что намерить давление у нее 240 на что-то такое влияние что она не может перемерить давление каждый раз когда и меряют давление у меня начинает сердце и давление давление поднимается давление мерить нет нет это невроза нагреть вот это бы не от того что сжимает а вот просто от звука вот этого у нее от этого начинается кладица вот тебе пожалуйста то есть на пустом месте человек сам себе сделал невроз на пустом месте вообще ну а тут еще и ребенку еще друзья мы с вами прощаемся и продолжаем движение до скорых встреч а